Крылатая ракета. Беспилотный летательный аппарат однократного запуска. Траектория полета, которого определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести. Также существовали конструкции, управлявшиеся пилотами-смертниками. Устаревшее название сконструировано и по самолетной схеме крылатой ракеты. Самолет-снаряд. Нередко термин «крылатая ракета» ошибочно считают эквивалентом более узкого англоязычного термина «крисмиссил». Однако последний относится только к управляемым ракетам, у которых большая часть полета к цели проходит постоянной скоростью. Сравнение с другими видами ракет. Достоинство. Возможность задавать произвольный курс ракеты, в том числе извилистую траекторию, что создает трудности для ПВО противника. Возможность движения на малой высоте с огибанием рельефа, что затрудняет обнаружение ракеты радиолокационными средствами. Современные крылатые ракеты предназначены для поражения целей с высокой точностью, недостатки иногда относительно небольшие скорости, высокая стоимость сравнения с самолетами. По сравнению с самолетами, основным достоинством крылатой ракеты является беспилотность, позволяющая как сохранить людей, так и уменьшить габариты и тем самым затруднить обнаружение. Поскольку крылатые ракеты рассчитаны на одноразовое применение, к ним предъявляются гораздо менее жесткие требования по ресурсу двигателя и других агрегатов. История. Идея создания беспилотной автоматически управляемой летающей бомбы появилась в первой же десятилетии существования авиации. Еще до Первой мировой войны ее в 1910 году предложил французский инженер Рене Лоран, более известный, как обладатель патента 1913 года на прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Необходимые условия для реализации этой идеи технологии были вскоре созданы. В 1913 году школьный учитель физики немец Вирт разработал комплекс радиоуправления беспилотным летательным аппаратом и продемонстрировал его на арене цирка, управляя небольшой моделью аэроплана. Во Франции летом 1914 года на самолете американской компании «Кертисес» был впервые опробован гироскопический автопилот американца Элмера Спёрри, позволявший удерживать самолет на заданном курсе, без вмешательства пилота. Практические разработки велись сразу в нескольких странах. Первые практические шаги были сделаны американским изобретателем Питером Хейтом, привлекшим в апреле 1915 года к проекту создания летающей бомбы Элмера Спёрри и его компанию «Спёрри Джироскоп Компани». Первые успешные летные испытания автоматической системы управления на специально оборудованном самолете были проведены 12 сентября 1916 года. В автоматическом режиме самолет набрал заданную высоту и пролетел некоторое расстояние, удовлетворительно выдержав курс по компасу. Начал снижение цели, после чего находившийся на борту Сент-Спёрри у Лоуренс взял управление на себя. Параллельно в Британии по заказу военных Арчибальтлоу вел работы над радиоуправляемой летающей бомбой для поражения дирижаблей и наземных целей. Первая попытка полета была осуществлена 21 марта 1917 года и закончилась аварией. Подобный же проект разрабатывался Генри Фоуландом. Летательный аппарат длиной около до массы около 230 кг и двигателем мощностью 35 литров с изготавливался Royal Aircraft Factory. В результате трех неудачных попыток полета в июле 1917 года проект был закрыт. В 1924 году в журнале «Техника и жизнь» была опубликована работа F.A. Цандера. Перелеты на другие планеты, в которой было предложено применять крылья на ракетных летательных аппаратах. Первой в мире крылатой ракетой, производившейся серийной и применявшейся в реальных боевых действиях, стала V-1, разработанная Германией. Она впервые была испытана 21 декабря 1942 года. Впервые она была применена в конце Второй мировой войны против Великобритании. В СССР в 1932 году в группе изучения реактивного движения была организована бригада крылатых ракет с жидкостным ракетным двигателем. 29 января 1939 года состоялся первый испытательный полет советской крылатой ракеты-212, разработанной под руководством Сергея Павловича Королева. В сентябре 1944 года в Московское КБ были доставлены обломки V-1, а позже образцы ракеты-чертежей, захваченной в Пенемюнде. Советскими властями было принято решение создать свои самолеты-снаряды. Разработка проекта была доверена Владимиру Челомею. Через 9 лет параллельно с Челомеем разработку начала и Микоян. В 1950-х годах предполагалось развитие крылатых ракет в качестве стратегических межконтинентальных средств доставки ядерных зарядов. КБ Лавочкина шла разработка двухступенчатой крылатой ракеты «Буря». Работы были остановлены по экономическим соображениям и в связи с успехами в разработке баллистических ракет. Единственным состоявшим на вооружении комплексом крылатых ракет межконтинентального класса была разработанная в США СМ-62 «Снарк». Очень недолгое время находившийся на боевом дежурстве, классификация крылатой ракеты делится по типу заряда, с ядерным снаряжением, с обычным снаряжением, по решаемым задачам, стратегические, тактические, оперативно-тактические, по типу базирования, наземного, воздушного, морского, подводного. В настоящее время крылатыми ракетами морского базирования оснащаются корабли, ракетные катера и подводные лодки. Существующие системы. Советские, российские крылатые ракеты 10ХН. Опытная крылатая ракета воздушного старта с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. 16Х. Опытная крылатая ракета воздушного старта с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. КС-1. Первая серийная дозвуковая противокорабельная крылатая ракета воздушного старта средней дальности. КСР-2 – сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета воздушного старта большой дальности с фугасно-проникающей или ядерной бечи. КСР-5 – сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета воздушного старта большой дальности с фугасно-кумулятивной или ядерной бечи. КСР-11. Сверхзвуковая противорадиолокационная крылатая ракета воздушного старта большой дальности с фугасной или фугасно-осколочной бечи. В-10. Сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета воздушного старта большой дальности с фугасно-проникающей или ядерной бечи. Х-20. Сверхзвуковая крылатая ракета воздушного старта большой дальности с термоядерной бечи. Х-22. Сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета воздушного старта большой дальности с фугасно-проникающей или ядерной бечи. Х-55. Стратегическая дозвуковая крылатая ракета воздушного морского и наземного базирования. Х-101. П-5. П-6. П-15. Термит. П-270. Москит. П-70. Аметист. П-120. Малахит. П-500. Базальт. П-700. Гранит. Крылатая противокорабельная ракета дальнего действия. П-800 ОНИКС. Советская, российская универсальная сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия. П-1000. Вулкан. Х-35. Уран. С-10. Гранат принято на вооружение в 1984 год. Как и калибр может запускаться из торпедного аппарата. 3М-14 третьих М-54 калибр. Крылатые ракеты. Производство США. МГМ-1. Матадор. Тактическая крылатая ракета. СМ-62. СНАРК. Межконтинентальная крылатая ракета. Альтернативное обозначение. МХ-775А. ССМА-3. АГМ-28. Хаунддок. Стратегическая крылатая ракета воздушного базирования. АГМ-86Б. Крылатая ракета воздушного базирования. БИГМ-109. Томагав. Стратегическая тактическая крылатая ракета морского и наземного базирования. Гарпунт. Противокорабельная ракета морского и воздушного базирования. АГМ-129. СМА. Стратегическая крылатая ракета воздушного базирования. АГМ-158. ГССМ. Тактическая крылатая ракета воздушного базирования. Фастхак. СЕР. Звуковая крылатая ракета универсального базирования. Х-51. Перспективная гиперзвуковая крылатая ракета. Другие страны – эксосет, аист, сторм, шадоу, кейпиди минус 150, 350, тарус, эйчоу, пи, эйчоуэс, биоу, вайджей минус 62, вайджей минус 82, вайджей минус 83, хатэвсимбабур предназначен для использования с подводных лодок, надводных кораблей и мобильных наземных установок. Скорость – 880 км в час, дальность – 700 км, БЧ, ядерная, обычная, Габриэл Мэк-1, Сюнфен-2Е, ЭМ-1, Табана, Мискот, на основе Х-55, дальность – 2000 км.